здорово ребята здорово такая значит скажем серьезная тема автоблогерство автообзоры комментарии которые наконец-то я услышал пацаны когда будет день учителя повторяюсь еще раз я вас лично поздравлю на видео то есть серьезно учителя это те люди которые постоянно поправляют в названиях и так далее но это еще скажем так добрые люди есть гораздо злее комментарии так называемый хейтер но это слово не люблю это хейтера число у дебильная то есть какие сами люди они пишут злые комментарии они есть у всех не только у меня я не хочу пацаны ни на кого наговорить я не говорю не за всех но из той ситуации которая складывается на сегодняшний день на ю тубе делаем некоторые выводы вы сами можете на эту тему поразмышлять и все сами прекрасно поймете не обязательно же было меня об этом слушать и так смотрите какая ситуация как я вижу опять же говорю не за всех авто обзорщики это не специалисты у них нет таких значков на эти как в армии специалист первого класса насколько я знаю никто не заканчивал какие-то вузы по вот этому автослесарному делу по автомеханике какой-то и так далее то есть возможно даже у некоторых обзорщиков не то что нету вуза но у них еще нет просто-напросто обычного образования обычно там средне неполное все это свидания пошел обзоры снимать понимаете никто из обзорщиков не работала 10 лет в автосервисе причем не только маслом стружки посыпал и убирал а именно действительно занимался какими-то делами в разборке то какие-то вариаторов и так далее никто этим не делал никто этим не занимался понимаете никто не сможет я больше уверен из обзорщиков просто просто перебрать автомат не разобрать а именно разобрать отремонтировать и собрать тоже самый двигатель возможно многие увидев это видео блогеры бы конечно же обиделись на меня базара нет но ребят смотрите без либо каких-либо обид это чистая суть правды то есть когда кто-то рассуждает на камеру снимая определенный ролик что вот там двигатель до рассказывает про вариатор то есть ну вы должны прекрасно понимать что этот человек его лично сам возможно даже и не разбирал просто не разбирал но он знает теорию он знает принцип работы это как бы неплохо это хорошо он просто просто вычитал информацию с интернета и более-менее понятным языком вам пытается все это дело рассказать это хорошо опять же неплохо но во время его рассказа могут быть очень много ошибок потому что человек когда что-то не делал он не может знать все нюансы все что там какой-то шплин стоял какая-то гайка здесь на нас таким усилием потому что там что-то поведет плотность металлов не туда не изучал пацаны понимаете имеется ввиду что те люди которые пишут комментарии под такими роликами ну типа изучающими они пишут а ты неправильно да 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 в принципе как бы ну это хорошо но суть по идее так как бы не в этом то есть дело это не в этих не в мелочах конечно же да что опять же говорю не все такие специалисты автообзорчики вся информация в основном то с интернета из личного опыта который ну как я думаю что он не велик зато все себя считает умниками говорю не только за кого-то игрусь из за всех и также за себя абсолютно поэтому а понятное дело что могут быть ошибки в любом видео в любом абсолютно даже если человек куда детали разбирал все равно он не знает всех нюансов отвечаю это говорю надо просто 10 лет отработать в автосервисе чисто по подвеске чисто по тнвд по турбине по двигателю не бывает таких универсальных людей допустим до который снимает автообзоры и рассказывается он слабые места все эти слабые места пацаны вы прекрасно можете посмотреть сами в интернете жизнь такова что это чисто все как говорится шоу ну и наверное все таки быстрый сбор информации то есть если тебе некогда делиться там и читать какую-то информацию в интернете про какую-то автомобиль до который ты можешь приобрести ты просто будешь обзор и примерно понимаешь о чем идет речь но все нюансы не знаешь дело в том что у меня был недавно автомобиль lanzer 10 на нем отъездил несколько лет и как многие товарищи также как вы я любил читать информацию в интернете смотрел обзоры и так далее я хочу сказать в том что ни один супер пупи обзорщик пускай у него будет тысяча миллион подписчиков не сможет рассказать про автомобиль так как его владелец не только про мой lancer и я абсолютно также не смогу за два часа за день или за два дня подготовиться к автомобилю так как тот человек который ездил на нем пять лет но вы прекрасно даже осознавать согласитесь любой автомобиль взять любой я вот отвечаю на том же самом ю тубе обзоров lancer 10 их очень много я все пересмотрел некоторые даже комментировал и вы знаете что ни один из них него сто процентов чистой правды 70 процентов основном чистая правда в основном это или выдуманная ситуация на ходу во время разговора со зрителем и просто-напросто это неправильно что-то человек вычитал и так далее это это нормально то есть это нормально больше половины по крайней мере правда я вам отвечаю также я делаю обзоры но я не могу знать что именно какая-то определенная опция до стала выпускаться там какой-то промежуток времени а потом она перестала потом появилась и далее появилась какая-то новая комплектация как он вышел риск году рестайлинг каком месяце вышел рестайлинг то есть опять же смотришь каталоги да те самые бмв там потому что там аж по месяцам машина выбираешь вины и не можешь ты допустим подогнать именно тот автомобиль по которому ты готовишься и опять же человек говорит а там уже это стоит вонючий радиатор охлаждения на вариатор там или еще что-то понимаете и все обзорчики не смогут об этом знать даже владельцы не все знают просто автомобиль но зато есть умники умники которые никогда в жизни ничего сами не снимали никаких видео никогда не понимаешь такое говорит на камеру а ладно одно дело говорить как я щас уже говорит на камеру но если я буду осознавать что это видео поет в интернет то есть совсем уже другие разговоры начинается пацаны пробуйте просто сами снимите серьезно и вы со стороны хотя бы все посмотрите или просто отправьте друзьям они скажут что ты придурок ты опять же неправильно что ты говоришь у всех отвечая разные мысли вот надо парень до написал вконтакте что попробуй пересними авенец из дает авенецис ты неправильно сказал пацаны ну как есть так и есть я больше уверен что сел бы другой обзорщик он сказал что классная тачка мне на как бы обычная то есть ну какого-то вал от такого как бы не было но ведь при стиме ты неправильно говоришь как есть так и есть пацаны и опять же возможно что-то я напутал ну это маленькие нюансы понимаете это маленькие нюансы вы должны все это прекрасно создавать и это не только у меня у любого обзорщика возможно некоторые обзорщики даже поэтому не делают обзору а делает просто тест драйвы то есть просто картинка музыка и так далее все поехал зачем изучать какие-то двигатели какие-то стояли поршня там какие-то блоки там чугунные алюминиевые зачем этому нахрен надо правильно никто не оценит никогда в жизни то есть информация это тем более все равно потом она забудется у этого человека видео ну ты опять же это все может поставить в интернете и только исходя из-за этого опять же исходя из этого что самое правильное видео она просто будет скучно людям то есть должен что нужно рейтинг то есть чтобы было много комментариев чтобы люди делились этим видео друзьями правильные интересные интересное видео типа даже не помню название не на никто не смотрит их и все на сегодняшний день они начинают выделываться если бы автообзора снимала я лет пять назад я думаю что было бы больше просмотров на сегодняшний день они никому не нужны и только лист исходя из этого нужно понимать что нужно как-то выделываться прямом смысле выделываться вы еживаться называть как хотите сто процентов никуда не денешься от этого я имею ввиду кто-то делает шоу кто-то юмор то есть нотки юмора кто-то сарказм присутствуют шутки прибаутки кто-то делать офигенный монтаж кто-то делает музыку нарезку квадрокоптер gopro деление камер там экрана несколько экранов там какие-то зуму там красивые спецэффекты телки девчонки то есть присутствуют и всякое разное скажем так атрибутика помимо того что есть машина и сам автор понимаете ты еще пытается это хорошо я сам не люблю скучный обзор мнение интересным поэтому конечно же контент меняется у многих людей то есть снимал так потом через год начали снимать так да те люди которые подписались изначально серьезные так называемые люди они потом писать начинают комментарии что ты ты неправильно снимаешь то есть они подписаны и потом еще подписываться то есть постоянно такое дележка происходит люди подписываются уходят новые новые приходят то есть какой контент такой зритель если ты подписался на определенное видео да если она полностью поменяется вверх ногами он просто смотреть на не будет то есть она для другого человека но вы прекрасно даже опять же понимать что любому автоблогеру ему не интересны эти автомобили автообзора вообще не интересны ремонт гараже разобрать коробку вам рассказать как работает подвеска ему ты саму неинтересно я вам отвечаю и тут поэтому приходится что-то выдумывать опять же самый тот же юмор опять же самое тот же самый шоу да какая-то история там сюжет какой-то смысл видео добавляется не просто по машине а вот добавляется какой-то вот именно наши отношения там людей к этому автомобилю цена рынок и так далее в каких странах ценится не нюансов до хранища принципе конечно же люди делают все правильно я имею ввиду автоблогеры да и у каждого говорится свой интерес какой у вас интерес того в принципе и смотрите вот такая фигня пацаны а по поводу комментариев если всех слушать людей вот если просто всех слушать людей то конечно же просто у вас у меня просто поясин голова пойдет просто мы морально не сможете это осознать просто не можешь не сможете осознать тоже влад савельев да который делает обзор обзоры обзоры там на еду то есть вы все прекрасно знаете его многие и почитайте просто комментарии его вы сами прекрасно должны понимать что если человек ориентировался бы этим комментариям если бы он и слушал каждый день читал но вопросов сейчас ничего не снимал если человек вот каждый день с утра до вечера говорить но ты придурок но ты идиот идиот такой поговорить так вот ну ты идиот и некрасивый до девчонки кажи не говоришь она некрасивая она потом рано или поздно на поймете узнать что она некрасивая только и поэтому придумали что как бы листят люди конечно листить не надо и правда говорит тоже не надо черед ты же не будешь говорить что где там волосы секутся глаза близко посажены там еще что-то не нравится не так то все там ты не будешь то говорить ей но зато на ю тубе зато вот люди сидят диванные как диванные войны да или диванные комментаторы по-моему это просто учителя интер все ушел комментарии то есть и шел скажем так ну как думаю я да но зато человеку в прямую мне не тоненько мне думаете кто-то на работе на улице да вот меня вот встречают люди кто-то мне хоть раз жизни сказал что ты вообще ты знаешь что логан на хрене на я тачка она не хрене на машину я это и тогда еще сказал никто не говорит об этом но никто не сказал но хоть кто не скажите что я вот я то завода в свое время просто матом крыл бы то заводы вы долбаёвы вы вообще вы соображаете покупаете машину за 40000 и пытаетесь не что-то вкурить что мне в паре что у меня шевроли ланос был за 200 тысяч то есть были нос горячий спор и нюансов до хрена было ну и хоть бы кто хоть бы только у меня знакомые друзья ездят на тазах никто на это не обиделся никто вообще не бессе параллель чё там я снимаю какие-то зы у всех говорится свои мысли у всех свои направления вы должны этими видео этими роликами про то же самое двигатель подвеску про масла про автомобили отношение к автомобилям вообще ко всему вы даже относиться это как не поучительный урок а как взгляд со стороны кажется со стороны виднее то есть бывает человек настроен все вот там у его родителей была такая-то какая-то машина и вот она всю жизнь запомнить что это классная машина он должны не принципе ни разу не ездил но зато она была там его родственников там еще что кто-то ему сказал много уважаемый авторитетный человек кто-то сказал что это хорошая машина когда людей уважаешь ты типа прислушиваешь и к его мнению понимаете вы даже сами сейчас фантазировать и говорится думать все что хотите жизнь жизнь такова что ну вот такая конечно же сейчас авто обзорщики если к ним опять вернуться они все сейчас очень сильно набирается опыта я думаю что их уже не остановить это опыт несомненные люди узнают много в технике они разбирают тачки ничего только с ними уже не делают они узнают цены люди уже сами покупают на открывали много рублик всякие различные машины и так далее то есть развитие идет и как вы сами прекрасно понимаете что на любом рынке любое развитие сопутствуются конкуренции жесткой конкуренции и когда я говорю что рамная машина на самом деле она не рамная машина это я сделал может быть специально даже не представляете какой ажиотаж когда я говорю что допустим на камаз до подходят запчасти от шевроле авиа допустим некоторые запчасти допустим топливный фильтр и вот люди когда об этом информацию услышат и не все они побежали 3 звонить всем друзьям что я такой секой ну как так ты откуда взял эту информацию я на него навел тысячи лет отъездил ответы и так далее эти блогеры специально говорят иногда неверную информацию для того чтобы был рейтинг чтобы повышал чтобы интересно было смотреть что а да ты чё ты врешь ты начинаешь копировать ссылочку кидать другу своему он что-то там издевается по-моему одна нами и так делать все не только я все блогеры но практически все за всех говорю и говорить не буду потому что потом приедут не так как я это брата позову своего да еще вот такая пацаны раскладуха у нас сегодня жесткая да но опять же вы мне скажете но не обращая внимание на комментарии пацаны отвечаю конец года все уже осталось неделя до нового года до примерно и просто как вот подвел скажем так итоги отношение к комментаторам и блогерам к ним ко всем отношусь блогерам нормально также и я сам таковым являюсь но пока еще можно сказать не подрос чтобы как так может быть громко кричать и выделываться конечно когда у меня будет уже большое количество подписчиков я уже на на по соплям просто по соплям буду бить и все уже другим блогерам идет по крайней мере все к этому то есть но именно мое отношение а по поводу комментариев я их только рад я вообще я только рад но не злым даже самые злые комментарии они все равно заделать любого человека я отвечаю любого человека морально они все равно так вот на этих такой а так вот больно все равно ну гру если тебе говорю говорить такие вещи я тетчат и обижусь обидишься попробуй просто тот комментарий который ты написал мне там сошникова не знаю там клинан картам то есть каналов достаточно много афоничев там ну ладно че буду при перри перри этих самых перечитывать всех будут просто попробую то что ты им пишешь но злое да попробуй скопирую текст и себе вконтакте в личку отправь ну там есть такую возможность вконтакте отправить в себе в личку ты просто прочитаешь да без имени ну дети отвечают и может быть со стороны как бы виднее будет и так вот пишешь я тоже дофига че писал я дофига че пьяный говорил можно сказать так в жизни так что через есть какой-то на обратный путь то или что и путь скажем так самовоспитание что ли какого-то решились так и все будем всю жизнь говорить теми же и и и и говорится словами тем же самым смысл человек какую-то вещь одну знает и вот он всем об этом рассказывает обычно у меня ассоциации такие возникают то есть когда человек знает что-то досконально пускай это будет там не знаю замена того самого турбины да вот он несколько раз ее менял и в каком-то определенном видео он напишет да ты опять неправильно все сделал это же как бы хорошо но лишь бы это просто не было скажем так оскорбительно ну по крайней мере я думаю что все все абсолютно блогеры очень сильно бы хотели чтобы к ним хранит относились хорошо конечно же может быть они к этому не стремятся чтобы ним хорошо относились да как бы что-то опять же неправильно делает но если это касается ремонта или отношения его человека к автомобилю я думаю осуждать это не стоит есть когда это лично коснется тебя то понятное дело можно просто приехать и опять же просто по горбу надавать просто так вот вот так вот королевского леща вот так вот так вот наверное вот так вот просто сделать любому блогеров то есть я вам разрешаю я разрешаю пацаны серьезно ну вот такая вот такой снеска так разговор был гаражи холодный короче ничего не окапливал приехал просто снять пацаны это был очень тонкий анализ баскал вам свое отношение всем спасибо за просмотр всем пока